Пасовочные линии на маслодельном заводе в Арсеньево работают практически без остановок. Кефир, йогурт, творог, сметана. На предприятии наладили выпуск 35 наименований продукции. Завоевывать покупателя не только качеством, но и ассортиментом вынуждает жесткая конкуренция, рассказывает Алексей Дюмину на заводе. Добавляет предприятие хоть и небольшое, но вся продукция соответствует ГОСТу. Когда к нам поступает молоко, первым делом мы должны проверить на кислотность. Это самое важное. Кислотность должна быть 18. Если превышает 19-20, мы ставим на кипячение. Но нам нужно 18, чтобы молоко не скисло. Затем мы проверяем плотность молока и жир. Продукции из Арсеньева продают не только в магазинах региона. Местным молоком и творогом снабжают районные больницы и школы, продолжает руководитель завода. Могли бы поставлять больше, но на аукционах удается выигрывать нечасто. Бюджеты нам отдали без тендеров. Можно заделать. В некоторых регионах есть. Мы же общаемся со многими регионами. Хотя бы, чтобы рабочие места сохранить. Хотя бы по тендерам возить, сами обвозить. Вот лично мой завод, мы можем обвозить всю Тульскую область. Школы, больницы, детские сады, летние лагеря. В тендерах мы участвуем каждый квартал. Но ни разу не выиграли, к сожалению. Перекупщики побеждают. В год на заводе перерабатывают более 4 тысяч тонн молока, сырье в основном от местных коров. Наращивать объемы пока не планируют. Сейчас главное их не сократить. За последний год себестоимость продукции резко возросла. Подорожали упаковка, электроэнергия, горючая. Но завод работает без долгов. Люди исправно получают зарплату. Предприятие в случае необходимости поддержит, обещает губернатор. На встрече с коллективом Алексей Дюмин рассказывает, в район уже зашел крупный инвестор. В этом году начнется строительство большой животноводческой фермы на 5 тысяч голов крупного рогатого скота. За каждого инвестора мы боремся и, естественно, мы планируем для того, чтобы в большем количестве их привлекать. И привлекать не только в Тулу, в крупный, в Новомосковск, но и распределять их, заинтересовывать именно по удаленным муниципальным образованиям, как ваш район. Не сидеть на месте должны и местные власти, добавляет Алексей Дюмин. Они могут предложить инвесторам привлекательные условия по аренде земли и предоставлению необходимых коммуникаций. Губернатор отмечает, вывести район на новый экономический уровень можно лишь совместными усилиями. Надежда Мелехина, Роман Тюкин, Руслан Кравченко, Первый Тульский.